Дорогие друзья, прежде всего всем спасибо, кто откликнул на наше приглашение. Тема, к сожалению, прямого слова больная, потому что мы видим, что болеет вся наша система образования. Прежде всего, болеют от дистанционного образования наши дети, школьники, и, конечно, проблем более чем достаточные. На что я, прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание. Сегодня уже мой товарищ, представитель партии Захар Гребен, сказал, что уже сегодня внесена нашим товарищем, коллегой Арсаном Павловым, поправка в закон о образовании, где вносится очень простая идея о прямом запрете при почечной форме обучения любого дистанционного образования. Мы считаем, что это абсолютно правильная поправка и правильная идея, и наша Франция, безусловно, поддержит. Более того, мы вносим целый пакет поправок в закон о образовании, и в том числе будем опираться на те идеи, на те предложения, на те мысли, которые сегодня в рамках заседания нашего совета, экспертного заседания, экспертно-слушный прозвучат. Поэтому логика здесь абсолютно правильная с нашей точки зрения, но мы должны в комплексе посмотреть на те проблемы, которые сегодня существуют в нашем образовании. Но, действительно, если мы говорим о дистанционном образовании, то мы понимаем, что пандемия получилась совократным поводом, которая позволила апологетам перехода на дистанционное образование, перехода на так называемую цифровую образовальную систему, попробовать на деле и возрадоваться, что вот, оказывается, как все это, в своей точке зрения замечательно работает. Хотя ничего это не работает. Мы видим, что школьники не усваивают тот объем знаний, который должны были бы. У них ухудшается состояние здоровья, и речь не только о трене, но и психическое здоровье. Учителя не получают возможности контакта со своими учениками, не получают возможности заниматься воспитанием, потому что воспитание возможно только глаза в глаза, очно при вечном общении преподавателей и учеников. Ну и, как я уже сказал, качество получаемых знаний они, мягко говоря, желают лучшего. Более того, мы увидели очень интересный феномен, который напрямую, я уверен, необходимо связан с тем самым диким капитализмом, о котором совсем на днях говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Речь идет о том, что когда студенты вышли в учебное заведение, вынуждены были перейти на дистанционное образование, в том числе те, кто учился очно, но за деньги, то есть это платное образование, это, так сказать, отдельная больная проблема, потому что я напомню, что в Конституции у нас прописано право на конкурсной основе бесплатно получить первое высшее профессиональное образование. А по факту, так и на всякий случай, приведу цифру, например, по итогам 2020 года, более 55% выпускников высшей школы получили высшее образование за деньги. И здесь прямо, мягко говоря, какая-то нестыковочка. Конституция говорит одно, а факт говорит о том, что более половины всех выпускников высшей школы получили это образование, первое высшее профессиональное образование за деньги. Так вот, возвращаемся к тем студентам, которые вынуждены были оплачивать свое обучение при очной форме, получили высшее образование, вынуждены были уйти на дистанционное образование, и, естественно, они задавали очень простой вопрос. Обекается ли, например, руководству ректората высшего учебного заведения справедливым, что надо уменьшить оплату, потому что они платили за то, что их будут преподавать очно, а тут они сидят дома на дистанционном образовании, и это справедливый вопрос, они стали поднимать, и они стали обращаться в различные станции, в том числе, и они обратились сюда, в другую туму. И когда мы на одном из заседаний нашей братской пригласили министра высшего образования и науки, мы с удивлением услышали от него, что министерство пока тут нет ни при чем, нет абсолютно никаких полномочий вмешиваться в этот процесс, все решает только руководство высших учебных заведений, а министерство здесь не имеет таких полномочий. Но мы проверили, к сожалению, оказалось именно так, и в этой связи мы подготовили законопроект, он уже внесен в Государственную Думу, где мы наделяем полномочиями соответствующими министерства высшего образования и науки, которые впорали с нашей точки зрения регулировать эти процессы, уменьшать ту самую плату в случае, если при необходимости, например, в той же пандемии, студенты будут переходить на заучное образование. Возвращаясь к проблеме цифровизации нашего образования, к проблеме дистанционного образования, мы все с вами знаем, что есть некий документ, форсайт образования 2030, где давным-давно, намного раньше, чем случилось под идеей коронавируса, а именно еще в 2010 году, прописаны все те неприятности, с которыми мы сегодня столкнулись. И там прямо говорится, что вообще-то учитель, по большому счету, и не нужен, его вообще где-то в ободримом будущем, с точки зрения автора этого документа, должен заменить искусственный интеллект, что не нужны учебники на бумажных носителях, что все полностью должно быть переверено в цифру. И дальше подобный бренд, я по-другому не могу сказать, потому что это идеи тех, кому не нужны умные, думающие, образованные граждане нашей страны. Нужны потребители. Желательно, чтобы они умели пользоваться банковской картой известных банков, и как можно больше покупали. Все, больше от них ничего не требуется. В этой связи, с точки зрения балакетов этих теорий и этих программ, необходимо, чтобы они обладали некими компетенциями. Но, видимо, прежде всего, чтобы они умели оплачивать покупаемые товары, и больше от них ничего не требуется. Нас, конечно же, это категорически не устраивает, и не устраивает эта формула, и такие подходы, и родительское сообщество, не устраивает, кстати, наших школьников. Я буквально на прошлой неделе был в своем родном городе Санкт-Петербурге. Был в гимназии 63-й, в Калининском районе. И там два выпускных класса, одиннадцатиклассников. И я имел возможность с ними пообщаться. Я думаю, что сейчас 50 находилось в зале. Я попросил поднять руки, кто считает, что единый государственный экзамен полезен. Но, по моей оценке, где-то 5-6 руках было поднято. Все остальные школьники считают, что это никакой пользы не приносит. Это огромный вред со всеми текающими последствиями. И в этой связи я напомню, что программе и партии «Справедливая Россия», и готовящейся к предвыборной программе партии, социалистической партии «Справедливая Россия. Патриота за правду» обязательно будет раздел, посвященный образованию, где мы настаиваем на отмене, как обязательства, и единого государственного экзамена, всей баллонской системы. Мы, конечно, будем настаивать на исключение из почвы корпорации образования, прежде всего в школах, но и выше ухерных доведениях тоже, как называемые дистанционного образования. Уважаемые коллеги, я на этом буду заканчивать свое ступительное слово, рассчитывая на то, что сегодня мы услышим самые разные предложения и дополнительную аргументацию к нашим подходам для того, чтобы с совместными силами мы изменили наше образование в пользу здравого смысла, в пользу того, что поможет нашей стране занимать лидирующие позиции в будущем, и в пользу здоровья и качественного образования для нашей детей. Спасибо. Спасибо.